Доброе утро! Сегодня мы рассмотрим сравнительно новый в нашей стране отделочный материал – декоративную штукатурку. В отличие от обоев с ритмично повторяющимся рисунком, этот материал позволяет сочетать самые разные цвета и фактуры, а также создавать совершенно неповторимый природный узор. Одна из наиболее известных его разновидностей – венецианская штукатурка. В ее состав входит мраморная мука, а наносит этот материал особой техникой, благодаря чему на поверхности создается эффект мрамора. Также есть и другие виды декоративных штукатурок. Мы рассмотрим материал, который называется Creos Fill Pase. Вообще материал этот настолько разнообразный, за счет инструментов может иметь 9 фактур. Вот это еще из одной разновидности Creos, которая называется Drape, может точно так же покрываться различными оттенками. Обе штукатурки, которые мы только что рассматривали, можно наносить в ванной, они стойкие к истиранию, стойкие водоотталкивающие материалы, которые могут заменять даже плитку. В этом случае у нас висит материал, который называется Travertine Romano. Пожалуй, это самый популярный материал. Здесь очень много способов различных нанесений. Итальянцы создавали такой материал, чтобы создать имитацию натурального камня Travertine Romano, который добывается под римом. В состав декоративных штукатурок входят такие природные компоненты, как песок, измельченный мрамор, известь. Поэтому этот материал можно без опасения использовать даже в детских. А наносит штукатурки не только на стены и фасады. Могут наноситься и на потолки, на колонны, на различные радиаторные зашивки. Очень часто дизайнеры мучаются, как закрыть радиаторы. Очень легко сделать это нашими материалами. А теперь несколько советов по правильному использованию декоративной штукатурки в интерьере. Не стоит этот материал использовать практически на всех стенах, на потолке. Его надо комбинировать. Комбинировать его текстуру с более плотной и лаконичной. Скажем, комбинировать его местонахождение в помещении. Может быть, это будут ниши, колонны, какие-то хорошо видимые детали интерьера. Но его не должно быть много для того, чтобы он правильно работал. При использовании декоративной штукатурки необходимо учитывать такой важный фактор, как освещение. Главное определить, где будут основные источники света, дополнительная, подсветка, прожектора. Очень важно играет прямой либо косвенный свет. Совсем по-разному в этом случае играет декоративная штукатурка. При ее нанесении надо этот фактор обязательно учитывать. Также внимательно отнеситесь к выбору мастера, который будет выкладывать штукатурку. Хороший мастер предложит вам несколько образцов вариантов нанесения, а также даст совет, как правильно использовать этот материал в помещении. Штукатурка может проявлением быть вашего характера, так как она делается индивидуально, и она не обладает такими особенностями, как обои, когда вы пришли, выбрали и вам его поклеили. Поэтому рекомендую в любом интерьере носить собственный характер, собственную личность, чтобы это потом было частью вас самих. Продолжение следует...